Хотел уточнить, могу ли я просто открыть ИП на себя, для того, чтобы не считаться в Грузии безработным. Тупо платить налог, но при этом ни офиса не открывать, ничего. Возможно ли это сделать? Я думаю, что возможно. Вы можете открыть ИП и не делать ничего. Просто платить какой-то фиксированный налог, у вас будет такая ставка, там, 30-50 лари, и нормально. Вопрос, зачем? Если, как бы, со стороны Беларуси, да, белорусы, и я в том числе, нас там долго долбили, что если ты безработный, значит, там тунеядец, пойдешь в тюрьму, коммунальное будет выше, Грузия более лояльна. Вы можете открыть ИП, и, как бы, я бы даже больше сказал, вы можете прийти в библиотеку-лаунж, здесь поговорить, тут мы собираем сообщество предпринимателей, и, может быть, открыть, попробовать свой маленький бизнес. Потому что открывать ИП, ради ИП, ради того, чтобы быть занятым, ну, надо считать, да, опять же, готовы ли вы там за оформление счета, за поддержание счета, за какие-то налоги, ну, не помешает. Но, опять же, ИП, когда вы будете, когда многие открываете по ИП, это не коньяк, он, не нужна ему выдержка, у любого ИП есть оборотные средства. То есть, если у вас по ИП есть оборот, то вы нормальный, вы можете претендовать, допустим, там, дальше на ВНЖ, дальше, там, туда-сюда, если просто, ну, хочется открывать, открывайте. То есть, что такое ИП? ИП, это индивидуальный предприниматель, вы просто сообщаете государству, в котором вы находитесь, что вы хотите здесь работать, на законных основаниях, и вам открывают индивидуальный номер налогоплательщика, куда вы можете платить налоги, и открывает расчетный счет в банке, куда вы можете принимать деньги, из которых вы будете платить налоги. Поэтому, смело открывайте, ничего не бойтесь, это открыть ИП в Грузии проще, чем кажется, и цена вопроса, это будет, как бы, совсем-совсем маленькая. На пике, там, были, нам предлагали, там, за 300, за 400 долларов открывать ИП, и для меня было дико, когда люди, хотящие стать ИП, не могут решить проблему, остановить таксист, сказать, слушай, давай 50 ларий за регистрацию твоего адреса, вот, в доме юстиции, или любого, там, студента позвать, сказать, давайте повышенную стипендию дам, на 50 ларий. Там, на 100 ларий, да, так нет, покупают, там, юридический адрес, там, какие-то такие сказки, сейчас все проще, но, опять же, с событиями в Украине, это, как бы, все, для некоторых категорий граждан стало гораздо тяжелее, но, тем не менее, хотите, давайте открывайте, пара-бара-бам.